В начале текущего года начался капитальный ремонт здания, с которым связаны приятные воспоминания многих жителей столицы Карачао-Черкесии. Десятилетиями в стенах филармонии проходили праздничные концерты, спектакли, представления иллюзионистов и многое другое. Строители и дизайнеры обещают, что уже в апреле у ценителей искусства будет возможность оценить обновленный облик городской достопримечательности. За ремонтными работами наблюдал корреспондент Артур Мхце. По некоторым данным, это здание старше, чем Карачао-Черкесия. По крайней мере, часть внутренних коммуникаций зрительного зала появилась здесь еще в начале прошлого века. Но так как все имеет свойство ветшать даже при надлежащем обслуживании, нынешнее капитальное обновление не просто напрашивалось, оно требовалось давно. И как только такая возможность у руководства государственной филармонии появилась, дизайнеры и строители приступили к преображению. И наиболее сложная история, которая была здесь для нашей компании, это сделать механику сцены, которая с 1904 года не менялась. Еще были деревянные направляющие, это было запрещено по нынешним нормам. Но наша компания, не увеличив нагрузку на здания, поменяла на металлические, на новейшие системы, которые будут запущены в апреле месяце. Как говорит представитель дизайнерской компании, главное для подрядчика увязать дизайн общего ремонта и технологию сцены. Приходя в театр, далеко не каждый зритель придает большое значение тому, на какое именно кресло он садится, с помощью чего приводится в действие занавес. Люди хотят получить удовольствие от представления и некоторых его составляющих – освещения, акустики. Всему этому во время капитального ремонта придается огромное значение. Еще одним существенным дизайнерским решением видится система LED-экранов. При подготовке к праздничным мероприятиям теперь не придется дополнительно рисовать задники. К примеру, на Новый год или 8 марта. Все будет выведено на экран с помощью компьютера. Впрочем, знающие и прежнее убранство филармонии вряд ли ощутят после ремонта сильно большую разницу. Разве что лепнина и стены приобретут новизну и свежесть. Уверен в том, что этот ремонт, который мы сейчас делаем, даст возможность сегодня сохранить все, что сегодня имеется в этом здании. Это и исторические рисунки, это и акустическая форма концертного зала. Все это будет сохранено. Разумеется, не останется без ремонта и фасад здания. В последние годы на его облик было грустно смотреть. Настолько быстро некогда гордость Черкеска приходила в непрезентабельный вид. Но, похоже, беспокойство за дальнейшую судьбу филармонии можно оставить в прошлом. Планируется, что уже в апреле у ценителей искусства, жителей и гостей региональной столицы будет возможность лично оценить качество и оригинальность дизайнерских решений. Артур Мыхце, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.